Сокровище на миллион Видно, такова уж судьба больших кладов. Их всегда находят случайно. И там, где меньше всего можно было бы ожидать. Всем привет! И сегодня мы поговорим о невероятных сокровищах, найденных случайно. Но об этом чуть позже. А пока ставьте лайк и смотрите до конца. Поехали! Утром 27 сентября 1983 года пресса города Аламагорда, штат Нью-Мексико, сообщила о колонне из 20 грузовиков, двигавшихся из Эль-Паса по направлению к ядерному полигону. К вечеру местные школьники разнесли слух об огромной свалке картриджей видеоигр Atari, найденной за городом. Главным обитателем братской могилы в окрестностях Аламагорда стали картриджи с игрой E.T. The Extra-Terrestrial для Atari 2600, созданный по мотивам фильма Стивена Спилберга «Инопланетянин». Но, в отличие от фильма, игра оказалась абсолютным злом и до сегодняшнего дня прочно удерживает звание худшей игры всех времен. Вы готовы взглянуть на это? Вот-вот, и мы о том же. Не зря ни один человек на этой планете, кроме самого геймдизайнера игры Говарда Скотта Уоршоу, так и не понял, что же происходит на экране. Факт захоронения получил подтверждение в 2014 году в ходе раскопок, проведенных в присутствии Уоршоу. По оценкам экспертов, общее количество погребенных картриджей составило сотни тысяч. Сегодня, спустя три с лишним десятилетия, невостребованные некогда картриджи с E.T. стали желанной добычей коллекционеров. Покупая старинный подсвечник, набор из солонки и перечницы в одном из благотворительных магазинов Нэшвилла, ценитель антиквариата Майкл Спаркс набрел на любопытный пожелтевший документ без ценника. Полистав блокнот, продавец объявил, что этот отличный репринт Декларации независимости США 1776 года Томаса Джефферсона «Он готов уступить по остаточной стоимости 2 доллара 48 центов». Чем больше присматривался Спаркс к пергаменту, тем больше убеждался в том, что перед ним вовсе не репринт, а подлинник. Экспертиза подтвердила, что это действительно так. Счастливая покупка была совершена в 2006 году, а год спустя Спаркс продал декларацию на аукционе в Берлингтоне, Северная Каролина, за 477650 долларов. Кажется, что это астрономическая сумма, шутит Спаркс. Но стоит заплатить налоги и можно отправляться на поиски следующей декларации. В конце 90-х годов прошлого века штамповщик из штата Индиана, пожелавший остаться неизвестным, приобрел комплект поддержанной мебели за 30 долларов. В качестве бонуса ее бывший хозяин предложил забрать старую картину, с которой он устал смахивать пыль. Мебель в доме нового владельца нашла свои места, а картина прикрыла грубо залепленную дыру в стене. Однажды вечером, разыгрывая сет в настольную игру Мастерпис, на одной из игральных карт штамповщик узнал свою картину. Крайне удивившись, он отправился за информацией в интернет и пришел к выводу. Картина, подаренная старьевщиком, как две капли воды, похожа на полотна кисти художника 19 века Мартина Джонсона Хэда. Результаты экспертизы, проведенной художественной галереей Эдварда Кеннеди, где хранится большинство картин Хэда, подтвердили. Магнолия на золотом бархате, прикрывавшая дыру на стене, подлинник. В 1999 году штамповщик продал шедевр за миллион и 250 тысяч долларов Музею изящных искусств Хьюстона. И сделал отличный ремонт. Утро 16 ноября 1992 года для британского фермера Питера Уоллинга из села Хоксни в графстве Су-Фолк ничем не отличалось от остальных. А вот день не заладился. Возвращаясь с обеда, Уоллинг обнаружил, что где-то по дороге потерял свой молот. Пришлось вернуться и убедить друга, Эрика Лоза, взять металлоискатель и пройтись по маршруту, чтобы найти молот в высокой траве. Вскоре поиски завершились успехом. Детектор подал уверенный сигнал. Внизу есть металл. Так, разыскивая потерянный молоток, Уоллинг и Лоз совершенно случайно нашли знаменитый Хокснинский клад. Крупнейший клад из 14 865 серебряных, бронзовых и золотых римских монет времен распада Римской империи, когда-либо обнаруженный на территории Великобритании. Согласно оценкам экспертов, общая стоимость ценностей составила 3 миллиона фунтов стерлингов. Находка заняла почетное место в экспозиции британского лондонского музея. А вам доводилось находить старые предметы, которые могли бы представлять историческую ценность? Если да, расскажите в комментариях. В 1974 году простой крестьянин из города Сиань отправился к горе Лишань, чтобы выкопать там артезианскую скважину. Каково же было его удивление, когда вместо воды он нашел множество странных черепков. Так началась история одного из самых значимых археологических открытий за всю историю человечества – терракотовой армии императора Циньши Хуанди, объединившего Китай в III веке до н.э. Терракотовая армия из полноразмерных статуй 8099 воинов в боевом построении, лошадей и бронзовых колесниц покоится на удалении в полтора километра восточнее гробницы императора. Приказ возвести усыпальницу первый император династии Циньши Хуанди отдал в возрасте 13 лет, сразу после начала правления. Строительство мавзолея потребовало усилий более чем 700 тысяч рабочих и длилось целых 38 лет. Раскопки и новые открытия продолжаются до сих пор. На этом все. Жмите на колокольчик и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok